Какие особенности, сложности вообще в 2024 году относительно продвижения сайтов, сайтов-услуг? Гарантированно в топе у нас просто зацементированы Яндекс.Услуги, Яндекс.Карты. Они будут обязательно. Чаще всего встречается Авито, потому что в целом это возможность для людей выбирать из огромного количества исполнителей, и в том числе там куча поставщиков, и БУ, и не БУ, и новые товары. То есть Авито – это давно не про БУ. И, соответственно, ниша-услуг тоже огромная именно в рамках Авито. В том числе присутствует Profi.ru, ну и, конечно, периодически появляются 2GIS и Zoom. Тоже довольно мощные площадки, с которыми проблематично будет конкурировать небольшому сайту. Значит, в сложных нишах большая конкуренция, в том числе с лидгенщиками. Последние, наверное, пару лет, пару-тройку лет эта ниша прям суперактивно развивается, формируется сообщество, где люди целыми сотнями создают сайты. И даже я в различных регионах вижу прям сетку сайтов, потому что люди, во-первых, выбирают такие очень однотипные названия доменов, и можно очень легко определить, что это одна и та же сетка. Плюс даже не меняют фавиконки, и в итоге там выдача Яндекса выглядит довольно странно, когда просто одинаковые сайты, там 7-8 штук присутствуют. Понятно, что в сложных и каких-то дорогих нишах такие сайты чаще всего будут уступать тем проектам, в которые вкладываются ресурсы, время и так далее, потому что все-таки задача лидгенщиков и сеток сайтов быстро получить и сделать большой охват, зайти туда, где пониже конкуренция, например, в рамках отдельных ниш. Но так или иначе, они забирают определенный хвост запросов, который вам в том числе может приносить заявки. Большую часть сетя расъедают на самом деле колдунщики. В Яндексе эта проблема очень актуальна, потому что в целом первое место, оно начинает получать все меньше и меньше кликов. Даже вот такая цифра фигурирует. Опять же, я приводил на YouTube-канале у себя пример того, как рассчитывать. Вы конкретно для своей ниши можете посчитать. Это сделать довольно просто. Через выгрузку данных из мониторинга запросов. Но в целом нужно понимать, что первое место – это уже в районе 30% по кликам. То есть если мы отсекаем всех накрутчиков, отсекаем, берем реальную частоту из этой частоты, допустим, там 100 человек, 100 человек в сутки, то всего лишь 30 человек будут доходить до первого места. То есть если вы в топ-1 находитесь. Последнее место, 10, оно вообще забирает там либо 0%, либо 1%. Реально очень мало людей докликивает до 10 места. И в целом топ-10, он уже очень давно не актуален. А с учетом того, что первые 5 мест чаще всего принадлежат вышеперечисленным агрегаторам, то получается, что вы вообще боретесь чуть ли не за топ-6 с соответствующим получением там объема трафика. Очень-очень значительного. Ну и, соответственно, нужно понимать, что в Москве эта проблема особенно актуальна. Ну, либо проблема, либо возможность. Это смотря с чьей стороны смотреть. Но все ниши по услугам, особенно денежные, они накручиваются. Ну и, соответственно, весь топ формируется как раз-таки через накрутку. В регионах эта проблема сильно ниже, потому что основные деньги как раз-таки крутятся в Москве. Вот пример выдачи по ремонту обуви в Москве. Соответственно, как эта выдача выглядит. Как раз-таки те самые 5 конкурентов, они строго сидят на первых 5 местах. И как раз-таки здесь не поместилось, надо было включить. Вот шестое место – это первый сайт, который занимается именно ремонтом обуви. Такой классический сайт-услуг. То есть на первом экране человек не получает, скажем так, даже не имеет возможности увидеть ваш сайт, если вы находитесь даже в топ-7, топ-6 и так далее. Вообще звучит довольно грустно. И в целом повод расстроиться и заняться чем-то другим, но на самом деле нет. Есть несколько кейсов, когда людям забивали колл-центр, обрабатывали заявки. Это обычные сайты-услуг. И, соответственно, я как раз-таки постараюсь рассказать про те моменты, на что обратить внимание, почему у них это сработало и что вообще с этим делать.